Норман Звездный ковчег Но начнем. В самом отдаленном уголке Вселенной, за пределами всех известных галактик, прямо за апрельскими астероидными ливнями, именно на этом месте находилась маленькая планета под названием Берт. Она была населена Бертлянами до того самого момента, пока не выяснилось, что планета располагается прямо на траектории блуждающей звезды, которая, летя сквозь космические просторы, уничтожала все, что вставало у нее на пути. К счастью, у Бертлян было время найти другую планету, чтобы поселиться на ней в далекой Солнечной системе. Были выпущены специальные карты персонально для каждого Бертлянина с подробными указаниями, как достичь своего нового дома. Как вы сами можете убедиться, в настоящий момент планета представляет собой всеми покинутое место без единого признака жизни. Одну минуту вернитесь чуть-чуть назад. Могу поклясться, что планету предполагалось покинуть всем до единого. Присмотримся повнимательней. Ничего не понимаю, последние обитатели должны были улететь несколько дней назад. Похоже, кого-то просто забыли. Все здесь, кроме карт. Они в буфете. Хорошо, тогда мы готовы. Ньютон! Норман! Ты все упаковал? Осталось всего несколько финальных штрихов. Ладно, но все-таки поторопись. Хорошо. Эй, Зизик, на чем мы остановились? По 30, не так ли? А ты уверен, что мы правильно делаем, что играем, вместо того, чтобы помогать остальным? Да, я только что попросил у Нормана разрешение сделать несколько финальных штрихов. Думаю, мы будем считать, что я победил. Чепуха, это была ничья. Норман, нам пора взлетать. Всего несколько минут осталось до того, как эта звезда столкнется с нами. Чего они туда наложили? Ньютон, отправляйся в офис и принеси карты. Встретимся на ковчеге. Поскорей. Иногда я просто не понимаю Нормана. Из всех вещей ему вдруг понадобились эти карточки. Да где же они? А? А, вот. Вот. Кажется, нашел. Принес, Ньютон. Ага. Молодец. Мы взлетаем. Увеличь подачу воздуха. До столкновения одна минута. Держитесь крепче. 30 секунд. Ой, прямо как на американских горках. Нет, ой, где это мы? Что такое? Какая тряска? Ой, попрыгунчик. Сколько у нас времени? 10 секунд. 7, 6. 3, 2, 1. Теперь все, что мы должны сделать, это проложить курс к нашей новой планете. Ньютон, карта у тебя? Да. На первом месте. Та же песня, что и... Что? Я думал, что тебе это не интересно. О нет, ты принес карточки популярных песен. Я просил космические карты. Я сел в лужу, не так ли? Можно и так сказать, Ньютон. Ссорами да спорами мы ничего не добьемся. Что будем делать? У нас есть только один выход. Что это? Какой? Я знаю, паниковать. Нет, по крайней мере, не сейчас. Просто нам придется перелетать от планеты к планете, пока мы не отыщем наших собратьев. У кого-нибудь есть идеи получше? Ну, на это уйдут годы. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Давайте-ка начнем эпизод заново. Начинайте. У кого-нибудь есть идеи получше? Я все-таки за то, чтобы паниковать. Нет, норма права. В конце концов, мы найдем наших собратьев. Помните пословицу? Если сначала тебе не везет... Купи попугая. Что? Купи попугая, он подвезет. Здорово. Смешно получилось, да? Почему никто не смеется? Пока Норман и его команда летают в поисках своих родных пертлян, они даже и не подозревают, что за ними следят злой капитан Даблун и его приспешник Киллхолл. Оба отъявленные космические пираты. Они намереваются атаковать и захватить ковчег, думая, что он является легкой добычей. Они такие нехорошие, что мне просто не терпится... Мне не терпится сказать им... Кыш! Брысь! Кыш! Брысь! Прошу прощения, вы не видели кого-нибудь из пертлян, пролетавших поблизости? Как они выглядят? Они похожи на нас. Простите, боюсь, не смогу вам помочь. Для меня все инопланетянины одно лицо. Привет! Тем не менее, спасибо. Привет! Меня еще никто не называл инопланетянином. Ну же, немедленно освободите дорогу. Вы что, не знаете, что большие корабли должны уступать маленьким кораблям? В сторону! В сторону! По-моему, мы здорово его потрясли. Как думаешь, Киллхол? Определенный капитан. Мне всякого сомнения. Осторожно, Киллхол! Останови его! Влево бери! Стой! Чего вы от меня хотите, капитан? Ты придурок, Киллхол! Посмотри, что ты наделал! Ты поцарапал мой корабль! Простите меня. Простите, капитан. Смотрите! Вон там, наверху! Оружейник Гордон! Здесь находится самое мощное оружие во Вселенной! Полный вперед к оружейной мастерской оружейника Гордона! Добрый день! Я хотел бы опробовать парочку пистолетов, если не возражаете. Конечно, сэр. Вы ищете что-нибудь определенное? Пожалуй, нет. Возможно, вы посоветуйте мне что-нибудь из своего арсенала. Разумеется. Как вам понравится вот это? Как он называется? Это называется пистолет-дезиндекратор. Кажется так. Да, точно, он именно так называется. Очень смешно. Извините, сэр. Маленькая шутка. А вот у нас замечательный пистолет. Его пули способны до смерти напугать потенциальную жертву. Я зову его... Помощник налогового инспектора. Здорово, правда? Нет, мне так не кажется. Ну ладно, как хотите. А что вы скажете на это? Мой особый под названием близорукость. Рассчитан на людей со слабым зрением. Вам понравится. Таких больше нигде не сыщешь. А это боеприпасы, чтобы уж наверняка не промахнуться. А вот это что? Это зажигалка. Меня интересует то, что вы называли самым могучим оружием во Вселенной. Разумеется, сэр, сейчас. Вот, пожалуйста. Вот это... Вот это... Он такой миниатюрный. Как вам своему прекрасно известно, сэр, размер ничего не решает. Это самый могучий и дорогой пистолет из всех, которые мы продаем. Завернуть? Отлично. Я его беру. Вы не пожалеете, сэр, так это будет? Бесплатно. Бесплатно, сэр. Может, вам его завернуть? Я его возьму таким, какой он есть. Большое спасибо. Пора делать ноги сливу оставаться. Всего доброго. Должно быть, они решили, что я только вчера родился. Пусть только попробуют воспользоваться им. Великолепно, просто класс. Вы были неподражаемый капитан. А можно мне пострелять? Можно мне пострелять? Жди в своей очереди. Конечно, но я после вас. Ладно, договорились. Ну, давайте же. Сейчас, сейчас испытаем. Думаю, я так сделаю. Видишь, вон ту вывеску? Сейчас мы прицелимся и... Чан! Может, вы нажали не на ту кнопку? Идиот несчастный! Какой ты тупой пират, Килл-Холл! Продолжение следует...